Приветствую вас, поскольку вы обратились в раздел психологии, то соответственно отвечать я буду вам с этой точки зрения, с точки зрения психологии, если вы считаете, что у вас порша, то соответственно вам имеет смысл обратиться в раздел эзотерики. Там вам помогут и, если нужно будет, проведут какие-то действия необходимые для того, чтобы поршу снять. Значит, ваша проблема состоит в том, что вы не можете устраивать отношения с людьми, с мужчинами. То есть, они от вас очень быстро разворачиваются в пищевые и, соответственно, из-за этого у вас не получается, как я понял, выстроить длительные отношения. Что и послужило поводом для обращения к нам. Значит, с точки зрения психологии, есть несколько подходов к пониманию того, что именно с вами происходит. С точки зрения психологии, есть несколько подходов к пониманию того, что именно является причиной тому, что сейчас у вас есть. Во-первых, это модель женского поведения вашего, это модель женского поведения, которую вы продвигаете с мужчинами. Значит, ну, это то, какая вы женщина, это то, какая вы женщина и, соответственно, какой мужчина рядом с вами может почувствовать себя мужчиной. То есть, это именно вот момент, связанный с вашим поведением. Второе, это значимость, значимость отношений и, в частности, мужчины для вас. То есть, какое значение вы вкладываете в отношения. Почему и чем они для вас так важны, что вы, возможно, испытываете сверхмотивацию в них быть, ну, в отношениях, я имею в виду, в отношениях. С чем это связано? Ну, и, наконец, как вы позиционируете себя уже в отношениях с молодыми людьми, также являются очень важными аспектами проблемы. Потому что, если молодые люди от вас отворачиваются, да еще и быстро, значит, что-то вы делаете не так, в чем-то вы их не привлекаете, в чем-то вы их, даже наоборот, может быть, отталкиваете. И нужно, чтобы данная проблема, данный фактор, данный нюанс был выявлен и подкорректирован. Вполне возможно, что вы просто-напросто боитесь близких отношений, боитесь эмоциональной близости с партнером. И из-за этого подсознательно стремитесь к тому, чтобы парня от себя отвратить. Надо бы, может быть, ну, не раздоровываться, не страдать. Или просто в силу того, что вы считаете себя недостойной отношений. Ну, это одна из причин. Быть может, ваша мама вела себя с папой так, что подавляла его, либо наоборот, чересчур была с ним, как бы это сказать, чересчур бесхарактерно, да, бесхаребетно, мягко, мягко. Вот. То есть тут нюансов достаточно много. И все эти нюансы желательно бы разобрать. Потому что, ну, вы сами, наверное, понимаете, что если ничего не делать, то все так и останется, как вот есть сейчас. Если вы этого не хотите, то, на мой взгляд, имеет смысл выбрать себе эксперта и проконсультироваться с ним по данной проблеме. Эксперт проанализирует ваши отношения, выслушает историю, проанализирует, укажет на триггер, негативные триггеры в поведении, которые и приводят к тому, что парни от вас отворачиваются. И будет намечена коррекционная программа корректировки вашего поведения, которые помогут вам эффективнее достигать своих целей, и эффективнее выстраивать отношения с молодыми людьми так, чтобы они от вас не отворачивались, чтобы они несли вам только лишь то, чего вы достойны и то, чего вы хотите. Но для этого нужно быть независимым, для этого нужно ощущать ценность себе, и для этого нужно не бояться, вот, и к отношениям, отношения воспринимать. Ну, своего рода достаточно непредвзято и наслаждаться текущим моментом тем, что есть, а не, соответственно, то, что может быть или то, что могло бы быть. Вот такая история. Вполне может быть, что виной всему комплексы. Комплексы – это искажённые представления о каком-либо явлении, факторе, проблеме и так далее. Всё это корректируется. Обращайтесь светлее. Будет такая потребность, если есть возможность, обращайтесь. Лично индивидуальная работа вам куда быстрее поможет справиться с проблемой, чем вот такие вот вопросы, которые вы задаёте. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И, значит, я вам желаю всего самого доброго и удачи! Спасибо.